Скандал в Федерации футбола Украины. Журналисты выяснили, что у вице-президента этой организации, Вадима Костюченко, поддельный диплом о первом высшем образовании. Еще три года назад этим вопросом заинтересовалась столичная прокуратура, но это не помешало ему получить должность. Все подробности в материале. С липовым дипломом, но постоянно при должностях, СМИ уличили вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко в подделке документов и предоставили доказательства. Дескать, свой первый диплом специалиста в КПИ он получил ни дня не проведя на студенческой скамье. Вот этот документ, датированный 1997 годом. На его основании Костюченко позже перевелся в магистратуру КИМО, но тяга к знаниям не угасла. Предоставив новый диплом, уже магистра, чиновник поступил в Национальную академию госуправления при президенте. И, кстати, не раз занимал государственные должности. Два года был замом министра по делам семьи, молодежи и спорта, директором одного из департаментов МинАПК, первым заместителем председателя Деснянской реадминистрации и получал зарплату из госбюджета. Никто не удосужился тщательно проверить его диплом. А за липовые документы в Украине – уголовная ответственность. Это загрожает человеку штрафом в 50 неоподаткованных минимум доходов граждан, это 850 гривен, так же арештом до 6 месяцев, або обмежением воли на строке до 2 лет. Как правило, в судовых справах, которые уже доведены до вырук, используется штраф. Но все равно это криминальная ответственность. Будут все обратиться на это внимание. Но обратили внимание далеко не все. Только в 2014-м в подлинности документов Костюченко засомневались. В прокуратуре даже открыли уголовное производство. Следователи получили ответ из КПИ. Костюченко никогда студентом Киевского политеха не был. Диплома не получал. В прокуратуре Киева нам сообщили, что в 2015-м производство передали коллегам в область. Мы отправили запрос в областную прокуратуру, чтобы узнать о дальнейшей судьбе дела. Ждем ответа. Но даже эта информация о проверке диплома Костюченко и открытии уголовного дела почему-то не помешала президенту ФФО Андрею Павелко взять его в свои замы. Проверяли ли там подлинность документов, когда брали на работу, в федерации пока только обещают прокомментировать. Продолжение следует...